Полиция Москвы и Подмосковья работает в особом режиме. Вторые сутки в столичном регионе ищут преступника, расстрелявшего четырех человек. За информацию об омирании Георгадзе, которого подозревают в убийствах, объявлена награда в миллион рублей. Машина бизнесмена найдена, его водитель сдался полиции. Картина преступления восстановлена буквально по минутам. Но поиски самого Георгадзе пока безрезультатны. Преступник вооружен, на свободе и крайне опасен. В районах, где проходят спецоперации, весь день работали наши съемочные группы. Хроника событий, версии следствия, кадры, снятые камерами видеонаблюдения. Все это в репортаже Тимура Сиразиева. Эти кадры сделаны сразу после убийства в администрации. Видео с камеронаблюдения охранного предприятия «Апельсин Секьюрити». Машина Георгадзе, ренш-ровер, совершает опасные маневры на Волоколамском шоссе. Автомобиль сначала стоит на светофоре. Потом, несмотря на запрещающий сигнал, начинает обгон по встречке. Вклинивается в поток машин, чтобы пересечь перекресток. Затем на большой скорости уезжает и уходит из поля видимости камер. Сегодня эта машина была найдена на Новорижском шоссе. В салоне автомобиля найдена сумка с глушителем. Более 30 патронов калибра 9 мм. Магазин и патроны к автомату Калашникова. А также травматический пистолет, наручники, скотч. По оперативным данным, подозреваемые Георгадзе скрываются, используя в том числе различные автомобили. О местонахождении автомобиля рассказал водитель, который был за рулем Шата Элизбрашвили. Сегодня он сдался. Это кадры допроса водителя. Он был со своим шефом во время всех убийств, слышал все разговоры. По оперативным данным, обвиняемый заставил водителя снимать все убийства на телефон. Сначала Шата Элизбрашвили проходил по делу как свидетель. Сейчас его статус изменен на подозреваемого. По тревоге подняты все силы полиции Подмосковья. Управление внутренних дел приведены в усиление Одинцовский и Красногорский район в особый режим несения службы. Это очень важно. И, соответственно, я также информирован от правоохранительных органов, что все частные охранные предприятия также получили установку и, соответственно, соблюдают режим длительности в частном секторе. Все сейчас задействованы, и общественность, и все для того, чтобы узнать местонахождение указанного гражданина. Прошу меня информировать и держать в курсе. Амиран Георгадзе уже официально признан обвиняемым в четырех убийствах. Он в федеральном розыске. Прописан в обычной многоэтажке в Красногорске у своей тещи. Там не появлялся. Из-за случившегося 80-летней женщине стало плохо. Ей вызывали скорую. Поиски Амирана Георгадзе продолжаются. МВД России объявляет вознаграждение в размере одного миллиона рублей за любую информацию, которую смогут предоставить граждане, которая будет способствовать задержанию этого опасного преступника. Следователи восстановили всю картину событий. В понедельник днем Георгадзе сказал жене, что едет на охоту. Однако вместо этого поехал в администрацию Красногорского района. Здесь он сначала избил, а затем застрелил первого заместителя главы администрации Юрия Караулова и руководителя электросетей Георгия Котляренко. Преступник сделал 10 выстрелов из пистолета. Убийца беспрепятственно вышел из здания и уехал. На въезде перед администрацией дежурит сотрудник автоинспекции. Посторонних не пускают. На стоянке лишь несколько машин. Окна в кабинете на третьем этаже, где произошло убийство, занавешены. Там по-прежнему работают следователи. Видно, что на входе нет рамки металлоискателей. По оперативным данным, здание охраняли сотрудники частной фирмы, которые не проверяли сумки. Поэтому пронести оружие внутрь оказалось несложно. По словам сотрудников администрации, сегодня у них рабочий день. Правда, посетителей в здание не пускают. Об этом написано на объявлении на входе. Вводятся следственные действия. Все вопросы, просьба задавать следственному комитету. 55-летний Амиран Георгадзе – бизнесмен, который тесно связан с муниципальными заказами. Ему принадлежит около 20 фирм. Большинство из них строительные. Крупные торговые центры, жилые дома в Красногорске. Компании обвиняемого возвели десятки зданий. Оборот исчисляется сотнями миллионов рублей. По данным источника агентства «Интерфакс», в последнее время красногорские чиновники выдавливали Георгадзе из строительного бизнеса в одном из самых престижных районов Московской области. Обвиняемый готов был отойти от дел за 20 миллионов долларов. Но, видимо, договориться не получилось. Из администрации Георгадзе едет в свой дом в коттеджном поселке Третья Охота. По дороге звонит и назначает встречу деловому партнеру Тристану Закаидзе. По одной из версий, он задолжал обвиняемому крупную сумму. По другой, Закаидзе и должен был от лица чиновников заплатить Георгадзе отступные. По версии следствия, в своем коттедже обвиняемый убивает предпринимателя. После Георгадзе едет в поселок Тимошкино. Там живет глава Красногорского района. Судя по всему, обвиняемый планировал расправиться и с ним. Чиновника не было дома. По словам свидетелей, Георгадзе ходил по улице и вел себя достаточно нервно. Его увидел мужчина, проезжавший мимо на скутере, работавший в службе безопасности газета «Московский комсомолец». По показаниям свидетелей, мужчина спросил у Георгадзе, все ли у него в порядке. Вместо ответа обвиняемый его застрелил. К этому времени полиция уже установила личность подозреваемого и начала его поиски. Оперативники берут под охрану главу администрации. Сегодня весь день дом руководителя района и соседние улицы отцеплены полицией. Оперативники ищут любые зацепки. Обвиняемый вооружен и опасен. На Георгадзе зарегистрирован охотничек Робин Сайга. Также у него на руках и орудие убийства – пистолет. Учитывая то, что на его счету уже 4 убийства и одна из его жертв вообще случайный прохожий, есть все основания предполагать, что на этом он может не остановиться. Поэтому, во-первых, мы призываем граждан быть более внимательными. Но и с другой стороны, у нас все-таки остается надежда на то, что Амиран Георгадзе все-таки одумается и даст о себе знать и самостоятельно явится в любой из ближайших отделов полиции или следственного комитета. Если он нас сейчас слышит, мы настоятельно рекомендуем ему это сделать в избежание дальнейших кровопролитий. Георгадзе известен и как общественный деятель. Возглавлял торгово-промышленный союз города. В здании союза зарегистрированы десятки компаний обвиняемого. Там также работают следователи. Выемка документов идет и в эти минуты. Они с полуодинского работают там следователи, да? Да, да. С полуодинского утра. Она была не только короткой. Он же, вы говорите, откуда-то якобы по телефону сообщил своим родителям. В последнее время дела у Георгадзе шли не очень хорошо. В арбитражный суд партнеры обвиняемого подали иски о взыскании долгов. Также Георгадзе взял большой кредит под возведение жилого комплекса. Вот только имеющиеся земли сельхозназначения никак не мог переоформить под застройку. Причем именно Юрий Краулов занимался в администрации вопросами землепользования. В 2011-м Следственный комитет дважды пытался завести уголовное дело на Юрия Краулова за махинации землей. Но прокуратура отказывала. Есть версия, что успехами в бизнесе Георгадзе обязан именно тесными связями в администрации района. Следователи пока не называют вероятные мотивы преступлений. Все усилия направлены на то, чтобы задержать обвиняемого. Информация о нем передана и пограничникам, чтобы Георгадзе не смог покинуть территорию России. Тимур Сиразиев, Андрей Леонов, Борис Чемерис, Лилия Зорина, Александр Лякин, Первый канал.